Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной. Сегодня я представляю вам нашего молодого гостя Сергея Николаева. Сергей выпускник УЛГУ, лауреат премии первая роса. И Сергей является руководителем молодежного отдела Симбирской епархии. Сегодня наша встреча посвящена 190-летию Симбирской епархии. О работе православной молодежи в своей статье рассказал Сергей Николаев в первом выпуске журнала Мономах. Итак, дорогие друзья, слово нашему гостю. Здравствуйте, меня зовут Сергей Николаев, я являюсь председателем отдела по работе с молодежи Симбирской епархии. И сейчас я держу в руках новый выпуск историко-краеведческого журнала Мономах. Этот выпуск посвящен замечательной дате. Дело в том, что в этом году исполняется 190 лет Симбирской епархии и 10 лет Симбирской митрополии. Под обложкой этого выпуска находится много интересных краеведческих материалов. Если мы откроем журнал, то, естественно, мы ознакомимся с его содержанием. И хотелось бы сказать о том, что здесь находится интервью главного редактора журнала Мономах Ольги Георгиевны Шаипак с митрополитом Симбирским и Новоспадским Лонгином. Достаточно содержательное, интересное интервью. Здесь же содержатся и другие материалы. Это выдержки из книги храма Симбирска краеведа Владислава Ястребова. Это материалы о тех людях, которые внесли значительный вклад в развитие епархии, которых сейчас, к сожалению, с нами нет. О митрополите Прокле, об отце Алексея Скале, об отце Агафангеле, настоятеле Жадовской пустыни, журналиста Нафанайла Николаева. Здесь же есть материалы краеведа, поэта Николая Марянина о духовной поэзии и духовных писателях в Симбирске. И в самом конце скромно расположена статья о симбирской православной молодежи, моего авторства, о которой бы мне хотелось бы рассказать немножечко подробнее. Дело в том, что в этом году движению «Симбирская православная молодежь» в нашем городе исполняется 7 лет. И, конечно же, мне бы хотелось рассказать о том, что оно собой представляет, и не было какого-то повода усадить себя за стол и сделать это. Но вот событие того, что 190 лет епархии исполняется, послужило неким таким триггером для того, чтобы я таки сел и написал эту статью. Статья начата с некоторой предыстории. Дело в том, что первый православный молодежный клуб в нашем городе появился еще в 2004 году. Затем в 2013 году уже несколько позже была попытка создания СПМД Симбирского православного молодежного движения. И вот, наконец, 1 октября 2015 года появилось движение «Симбирская православная молодежь», которое действует при отделе по работе с молодежью Симбирской епархии. Сегодня это 10 православных молодежных объединений. На состоянии 1 октября 2015 года это было всего лишь два православных молодежных клуба. И охвачена молодежь самого разного возраста от 14 до 35 лет. Кто-то, может быть, скажет, что это не совсем правильно, и молодежь в разном возрасте интересует разные. И действительно, я с вами соглашусь, поэтому буквально с сентября прошлого года у нас открылось младшее крыло движения «Симбирская православная молодежь», куда входят подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Старшее крыло, соответственно, составляют ребята от 18 до 35 лет. У нас три основных направления деятельности. Это помощь монастырям и храмам, которые находятся в городе и в области. Это социальная поддержка детей, людей пожилого возраста. И третье направление – это участие в епархиальной жизни, в православных мероприятиях, будь то крестные ходы, будь то дни памяти какого-то святого, участие в торжественных богослужениях и так далее и тому подобное. Сейчас я перечислил направление добровольческого блока и блока по изучению богослужебной жизни. Есть еще отдельно и образовательный блок. Дело в том, что люди и молодежь, в частности, нуждаются в общении со священником. Сделать это не всегда просто, чтобы батюшку после службы каким-то образом поймать, поговорить с ним. А мы имеем такую возможность, мы встречаемся в наших православных клубах и общаемся либо на какую-то тему, либо изучаем священное писание. Но и в разное время практиковались различные такие направления, как курсы ораторского мастерства или епархиальная школа тележурналистики. И у нас всегда была такая заинтересованность, чтобы ребята всесторонне развивались. Действительно, движение симбирской православной молодежи включает самых разных, очень интересных людей. Я могу назвать Анастасию Новоселову, замечательного режиссера, который снимает короткометражные фильмы. Могу назвать Дениса Данильна, человека, который инициировал акцию «Подарить цветок ветерану в областном клиническом госпитале ветеранов войн», которая была позже поддержана на городском уровне. Это и Александр Куликов, казак, который занимается с детьми, с трудными подростками, с детьми из детских домов. И за что ему, наверное, нужно сказать отдельное спасибо. И все ребята для меня это пример настоящего такого, в хорошем смысле, героизма. Потому что не всегда бывает просто, когда тем более у тебя в жизни может быть какие-то сложности, еще и найти время, силы и возможность помогать другим. И бывает так, что иногда помощь необходима в будний день, в рабочее время, и каким-то образом люди все равно находятся. Кто-то с плавающим гибким графиком, студенты опять же. И они приходят на помощь. Меня это всегда удивляет, вдохновляет. И как я написал в социальных сетях, вот анонсируя вот эту вот статью у себя, что идейными вдохновителями на эту статью, конечно же, были ребята из нашего православного молодежного движения. Хочется также сказать о том, что 190-летие в Симбирской епархии будет отмечено рядом мероприятий. Это будут и конференции, это будут и концерты, и вечера памяти. И подробнее об этих мероприятиях можно найти информацию на сайте Симбирской метрополии. Наши ребята тоже будут задействованы в качестве добровольцев и в качестве участников на разных этапах. Ребята много общаются и между собой. Они выезжают на какие-то форумы, на какие-то слеты, которые проводятся. Дело в том, что епархиальные молодежные отделы, они существуют практически, наверное, а может быть и в каждой епархии вообще, и ребята между собой тоже общаются. И хотелось бы отметить, что помимо общения между собой, между православной молодежью, мы также общаемся и с другими добровольческими, волонтерскими организациями. Охотно поддерживает нас Совет молодых литераторов, и мы дружим, и общаемся и с председателем Совета молодых литераторов Александром Дашко. И как результат вот этой долгой дружбы получился такой замечательный конкурс «Волжский благовест», о котором бы мне тоже хотелось рассказать. Дело в том, что с Александром мы познакомились при довольно интересных обстоятельствах в областном клиническом госпитале ветеранов войн. Мы в фойе читали для находящихся на лечении людей стихи, и я помню, тогда Александр еще представлял антологию ульяновской словесности, достаточно такую большую, увесистую книгу, и читал свои стихи. И тогда мы увидели друг друга, познакомились, и вот это вот знакомство 2016 года тянется по сей день. Как-то Александр подошел ко мне и спросил, Сережа, а конкурс по православной тематике. Вот вообще где-то есть такое в Приволжском федеральном округе? Я так задумался, и вот на данный момент затруднился назвать, есть ли что-то такое действительно. Давай, говорит, попробуем сделать его. И мы попробовали организовать конкурс «Волжский благовест», который прошел в прошлом году впервые. Мы подвели его итоги на День православной книги, и итоги оказались достаточно неплохими. 25 молодых поэтов, прозаиков приняли участие в этом конкурсе из 7 или 8, уже сейчас не вспомню, регионов Приволжского федерального округа. Работы очень хорошие, очень интересные, качественные, и было отрадно, конечно же, увидеть, что конкурс получился. Вдохновленный вот этим вот результатом, мы продолжили конкурс в этом году. Мы добавили в этом году две номинации дополнительно. Это фотография с описанием святого места, так называемый травелок, и это еще авторская песня, помимо стандартных прозы и поэзии. Работы присылаются, потихонечку я уже что-то смотрел, достаточно интересные, поэтому есть надежда, что в этом году конкурс будет на хорошем уровне и не менее интересным, чем он прошел в прошлом году. Еще одно интересное литературное событие произошло тоже в прошлом году. Дело в том, что для себя внезапно я остался организатором литературного клуба, который называется «Логос». Он базируется в Центральной городской библиотеке имени Ивана Александровича Гончарова. А история произошла следующая. С православной молодежью мы пришли поддержать замечательную поэтессу, прозаика Екатерину Богданову. И когда нас увидел библиотекарь Елена Анатольевна Белова, она сказала, ребята, откуда вы такие дружные, вас так много, мы представились, что мы представляем симбирскую православную молодежь. И она поинтересовалась, были ли у вас какие-то литературные, может быть, студии, клубы. Ну, я признался, что в разное время литературный клуб у нас действительно был, были попытки его вести, но особым успехом они не увенчались. И Елена Анатольевна предложила, а что если провести такое литературное творческое мероприятие в библиотеке? Я подумал, что это имеет место быть, потому что действительно тогда сходятся две аудитории. Это симбирская православная молодежь и молодежь, которая интересуется культурой и литературой. И действительно эффект получился достаточно впечатляющий. Ребята приходят, с нетерпением ждут этих встреч. Они проходят каждое последнее воскресенье месяца. И строятся наши встречи следующим образом. К нам приходят гости, краеведы, путешественники, поэты и писатели. Они рассказывают о деле своей жизни, делятся своими наблюдениями, впечатлениями, отвечают на вопросы. И мы обсуждаем какие-то произведения литературы. Ребята, кроме того, вносят свои инициативы. Сейчас появилась небольшая рубрика, буквально на 5-7 минут, о шедеврах мировой живописи. Михаил Гордополов проводит эту пятиминутку. И мы хотим сейчас еще сделать новое такое направление. Это рассказ о людях из истории. То есть те люди, которые запомнились благодаря своим подвигам, благодаря своим деяниям. Может быть, о ком-то из них мы слышали, но мало знаем. И вот действительно хотелось бы вот этот вот пробел в знаниях таким образом восполнить. И получается так, что клуб вот этот возник не по какой-то указке сверху, он возник естественным образом. И вот это вот особенно здорово и особенно ценно на самом деле. И очень ценно, что люди приходят тоже самые разные, очень интересные. И на сегодняшний день, вот начиная с июня прошлого года, деятельность клуба вызывает большой интерес. Мне бы хотелось немножечко ознакомить со своим творчеством зрителей. И когда мы в 15-м году впервые представляли деятельность нашего движения «Симбирская православная молодежь», нужно было озвучить что-то вроде гимна. Я тогда совершенно неожиданно для себя написал стихотворение, которое называется «Начни с себя». И мы его использовали как гимновые. Оглядываясь уже на события тех лет, я понимаю, что стихотворение было написано с некими огрешностями относительно правил стихосложения. Но несколько поразмыслив, я его оставил в том виде, в каком оно было, и не стал ничего менять. Сейчас в таком же виде, как оно и звучало, я его прочту. Начать с себя бывает очень сложно. И кажется порой, при чем здесь я? Везде успеть по правде невозможно. В конце концов, есть люди без меня, которые все знают, все умеют, придут, когда их только позовут. Но пробегают месяца, недели, но не идут те люди, не идут. Стоят деревни, храмы в запустении, дороги поросли и высох пруд. Прохожие приверженцы той лени, страну и государство все клянут. Тут не убрали, не восстановили и не скосили сорную траву. А про себя те люди позабыли, что можно помогать и самому. Начать с себя, не быть столь равнодушным и показать свой на люди пример. И может, жизнь не будет такой скучной и обретет и смысл, и предмет. Но есть всегда к чему еще стремиться. Дорог так много и так много дел. Теперь есть повод самому гордиться за то, что ты начать себя сумел. Вот это стихотворение мы озвучили во Дворце культуры Губернаторский. Тогда горожане смотрели на деятельность православного лагеря в рабочем поселке Сурское. Нам нужно было рассказать о том, чем мы занимались. Это было удивительное событие. Оно описано как раз-таки в статье в журнале. Дело в том, что речь шла о строительстве мужского монастыря в рабочем поселке Сурское. И наш трудовой отряд приехал на неделю. Мы жили в школе, помогали готовить к строительным работам будущий братский корпус, помогали расчищать дорогу к родникам. И очень было здорово, весело и интересно. И об этом нас попросили рассказать уже потом со сцены ДК Губернаторский. Мы очень волновались, было большое количество людей, и мы подготовили презентацию, поставили небольшую сценку, во время которой собирали храм из белых оклеенных коробок, на которых были написаны различные добродетели, звучала музыка, и потом уже прозвучали вот эти вот слова, вот это вот стихотворение, которое сегодня, может быть, выглядит несколько не по правилам стихосложения, но до сих пор вызывает отклик в сердцах людей. И часто я, когда его озвучиваю, люди так вот сидят и присодумываются. Действительно, важно начать с себя. Следующее стихотворение было написано благодаря одному литературному мероприятию и благодаря батюшке, который меня пригласил на мероприятие. Он сказал, есть ли у тебя что-то о священниках, которые пострадали за веру во Христа. Я говорю, ну у меня нет таких стихотворений, я не писал их. Ну вот, может быть, ты попробуешь. И поскольку тема эта действительно важная и тема, действительно затрагивающая наши сердца, появилось стихотворение «Солдаты веры». Когда я показал этому священнику стихотворение, он посмотрел его и сказал, хорошо, читай. «Солдаты веры. Подвигу священнослужителей, пострадавших за веру Христову». Не о вас ли в память колокольный звон? Не по вам ли льются слезы у икон? Даже там, на небе, вы опора нам. Только ваша вера сохранила храм. Мы его могли бы потерять, забыть. Времена безбожьи нас могли сломить. Но частичку веры каждый нес отец, иногда рискуя получить свинец. Только Бог поруган. Не бывает, нет. Был закат кровавый, вновь воскрес рассвет. Осветив Голговский всероссийский крест, снова подвиг веры души спас окрест. И как в исторь, в храмы, вновь идет народ. У народа рано, рано заживет. Славим имя Бога, память в нас жива. О солдатах веры не пройдет молва. Вот такое вот стихотворение. Его прочли на литературном вечере. И действительно, люди, которые находились на этом мероприятии, прониклись и потом в последующем говорили, что действительно такие стихи должны быть и они должны звучать. И еще одно стихотворение называется «Небо над собором». Действительно, сколько раз мы проезжаем мимо Спаса Вознесенского собора по улице 12 сентября, неоднократно я замечал, как люди крестятся, как люди любуются на эту красоту. Да и что говорить, Спаса Вознесенский собор стал такой, можно сказать, визитной карточкой нашего города. Небо над собором. Небо над собором я не видел выше. Небо над собором я не видел чище. Небо над собором унесет тревоги, станет неукором, но надеждой многим. Тем, кто заблудился в круговерте жизни, тем, кто изменился, поменяв ход мысли. Небо над собором в воздухе морозном. То ласкает взоры, то вдруг станет грозным. Что ему мы скажем, что из дел представим? На душе слой сажи, до сердца и стали. Скажем, что видали? Небо над собором. Нет зато медали, но и нет позора. Вот кресты взметнулись, устремились в небо. Господи Иисусе, дашь на завтра хлеба? Думали о многом, но не забывая. Небо над собором, как предвестие рая. Вот такие вот стихотворения, посвященные нашим священнослужителям, пострадавшим за веру во Христа и Спасовознесенскому собору, мне бы хотелось сегодня прочесть. Говоря о дальнейших планах движения «Симбирская православная молодежь» в этом году, мне бы хотелось отметить следующее, что, конечно же, мы строим планы, но сегодняшняя ситуация с пандемией заставляет думать вот так вот немножечко надвое. Если будут ограничения, нужно будет проводить мероприятие онлайн. Об этом непростом этапе тоже, кстати, написано в статье. А если будет послабление, соответственно, мы проводим мероприятие в обычном режиме. И хотелось бы верить, что действительно мы будем видеться лицом к лицу, глаза в глаза, и действительно вот эта вот болезнь пройдет, и все мероприятия, которые запланированы, они осуществятся. Какие это мероприятия? Это мероприятия, посвященные 190-летию естественной епархии. Это запланированный такой информационный проект. Дело в том, что мы бы хотели попробовать, может быть, в качестве еще такой пилотной версии, но это нужно делать, записывать подкасты. То есть, такие небольшие аудиозаписи, которые можно было бы, например, включать в дороги и слушать, когда молодой человек и священник общаются, или молодые люди общаются, о вопросах важных жизненных, о вопросах веры. Также хотелось бы сделать видеоролики. Сейчас очень популярное направление, когда общается тоже священнослужитель и представитель молодежи. такой диалог с ответами на важные, волнующие, интересующие вопросы. Дело в том, что подобный формат, он позволит охватывать более широкую аудиторию, нежели какое-то мероприятие. Мероприятие мы можем провести на 20 человек, на 30, на 50, на 100. А в интернете, когда эти видеоролики или подкасты разлетаются, они охватывают гораздо большую аудиторию, и появляется такой миссионерский эффект. Хотелось бы попробовать вот в этом направлении немножечко поработать. Ну и, конечно же, на каждый месяц у нас есть определенные планы к Дню памяти святых, к православным праздникам. Можно с нашей деятельностью подробно ознакомить в социальных сетях «Движение «Симбирская православная молодежь»» и уже там подробнее узнать, что, где, когда и как будет происходить. Хотелось бы еще сказать по небольшому секрету, что вот эта вот статья, которая есть в журнале «Мономах», она существует в несколько сокращенном виде. Более подробно можно тоже будет найти, запросив в поисковой строке «История движения «Симбирская православная молодежь», потому что пришлось немножечко сократить вот эту вот предысторию, вот эту вот предыдущую, предшествующую часть, чтобы читателю не пришлось продираться сквозь подробную информацию о тех клубах, которые когда-то существовали давным-давно. Но мне интересно было тоже собрать и вот эту информацию. И уже когда я начал рассказывать об этой статье, мне подсказали еще одну интересную историю. Было бы интересно проследить историю добровольчества в Симбирске до революции. Может быть, а скорее всего так оно и было, в разное время до революции в разных городах действовали братство, сестричество при храмах, тоже оказывалась социальная поддержка. И, возможно, есть информация о братствах и сестричествах, а может быть еще и о каких-то объединениях, которые существовали у нас в Симбирске. Было бы тоже интересно исследовать эту тему и написать что-то по ней тоже. Что еще хотелось бы мне сказать по поводу движения Симбирской православной молодежи, что в этом году нам исполняется 7 лет, и это достаточно большой срок. Хочется верить, что движение будет существовать еще долго и будет приносить добрые плоды. Ребята общаются между собой и появляются и православные семьи, кто-то впервые переходит порог храма, кто-то находит друзей, кто-то находит возможность реализовать себя. Это тоже очень важно, когда человек раскрывается и находит свои таланты, пытается найти свое предназначение. Вот такая возможность есть у наших ребят. Ребята общаются между собой и вместе празднуют праздники, дни рождения, находят друзей единомышленников. Это тоже очень важно, я считаю, и очень здорово, что православные молодежные клубы существуют. Отдельно хочется выразить благодарность и митрополиту Лонгину за поддержку, и тем священнослужителям, которые занимаются в православных молодежных клубах, посещают эти собрания. Огромное спасибо всем, кто вообще причастен к этой теме и как-то помогает нашему движению. Дорогие друзья, мы благодарим Сергея Николаева за участие в нашей программе. Сергей не раз публиковался и в литературном журнале «Симбирск», и во втором номере журнала планируется публикация его эссе. Эта эссе стала победителем конкурса, посвященного Достоевскому. А еще хочу вам сказать о том, что итоги конкурса «Волжский благовест», о котором рассказывал Сергей Николаев, будут опубликованы в журнале «Симбирск». Дорогие друзья, читайте журналы «Мономаха. Симбирск». Всего вам самого доброго! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok